Здравствуйте! В эфире обзор мировых рынков. Я, финансовый эксперт компании Аль Пари Азиз Абдсаломов, расскажу вам о значимых событиях в прошлой неделе, а также чего ждать на этой. Сначала давайте разберем основные события прошлой недели и какие фундаментальные показатели повлияли на основные активы. Прошло первой недели сентября месяца. Рынки раскачивались, опять же, на новостях о коронавирусе, Brexit и также переговорах между США и Китаем. Начало недели началось на сильных колебаниях укрепления валютной пары евро и великолепного фунта стейлинга. Причиной стало хорошие данные, которые вышли по рынку Китая, а также рост фундовых индексов Соединенных Штатов Америки. На этом событии восходящий тренд евро и фунта продолжался на укрепление на понедельник и во вторник. Евро достигло на пиковом моменте отметки 1.20.110, вегетанский фунт стейлинг отметки 1.34.800. Участники рынка уже думали о укреплении и продолжении динамики роста евро и фунта. Но американский доллар в среду начал укрепляться. Основной причиной стало неожиданное выступление главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна. Он заявил, что регулятор обеспокоен повышением курса евро при слабом спросе. Посыл рынка был таковым. Укрепление евро невыгодно центральному банку. Оно может именно повлиять на будущее решение монетарной политики и прогнозы. Участники рынка перед выступлением Европейского центрального банка и также заседанием, которое пройдет в четверг данной неделе, стали агрессивно закрывать длинные позиции про курс курсом, что позволило цене откатить на понижение. Потом обвалилось именно золото, повышение именно спроса на американский доллар и также удешевилось фондовые рынки Соединенных Штатов Америки. Особенности пострадали фондовые индексы S&P 500 и также NASDAQ 100. А также негативно повлияло на фунт Sterling, неопределенно связанность с Brexit и предупреждение Банка Англии о том, что экономические последствия коронавируса могут быть хуже, чем ожидается. Напомню, Великобритания покинула Евросоюз в январе, а премьер-министр Борис Джонсон победил в выборах в декабре месяца прошлого года, пообещав, что торговая сделка будет осуществлена и будет готова. Но такого решения до сих пор не было достигнуто. По сообщению британских газет The Times, высокопоставленные правительственные чиновники видят лишь 30-40% вероятность того, что по Brexit будет заключена и тем самым произойдет выход тупиковой ситуации, связанной с правилами государственной помощи. Немаловажную роль, опять же, сыграло данные по Соединенных Штатов Америки, которые выходили в четверг и пятницу. В особенности это было количество новых рабочих мест вне сельскохозяйства в США. Предыдущий прогноз был в районе 1 миллиона 400 тысяч новых рабочих мест, но по факту в результате вышло данные 1 миллион 371 тысяч новых рабочих мест. Но лучше ожидаемых вышел уровень безработицы в США. Предыдущее значение было 10,2% по уровню безработицы, но текущий месяц у нас выходят данные 8,4%. Лучше, чем прогнозировалось на рынке труда в США. Ну и также по заработной плате. Предыдущий показатель был 4,5% по повышению заработной платы, но фактически в августе повысилась она на 0,2%. И общий показатель вышел 4,7%, что и привело к укреплению американского доллара по отношению к валютным парам, таким как евро-доллар и также великобританский фунт стерлинг по отношению к американскому доллару. По итогам прошлой недели евро подешевело по отношению к американскому доллару до 1,18356. Общее падение составило процентом соотношением 0,53%. Великобританский фунт стерлинг выполнил наш полностью прогноз, то, что было именно коррекция, а потом падение до отметки 1,32200. Ну и закрытие цена достигла отметки 1,32765. Общее падение составило 0,43%. Золото, конечно же, подешевело тоже на фоне укрепления американского доллара, так как именно спрос на американский доллар начал расти, как валютозащитного характера, ну и также распродажа именно активов по евро и также именно падение фунтовых индексов привело к укреплению американскому доллару по отношению к золоту. И золото у нас достигло отметки 1,935 долларов 0,24. Общее падение составило 1,56%. Ну и теперь о нефтемарке Brent. Данные управления по энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов Америки на этой неделе показали, что внутренний спрос на бензин в США снова начал падать. А запасы дистилляторов в Азиатском нефтяном центре Сингапура превысили 9-летний максимум. По словам министра энергетики Александра Новука, мировой спрос на нефть в этом году может упасть от 9 до 10 миллионов баррелей в сутки из-за причины пандемии. Почему такой момент происходит? Так как в Европе начали снова закрывать границы. С прошлой недели, со вторника, в Венгрии запретила въезд иностранным гражданам. Дания еще с апреля начала ограничивать дьес туристов из других государств. Финландия вновь ввела контроль над въезжающими. В список попали как раз же страны Испания и Франция. Такой момент психологически влияет на инвесторов, что и приводит к обесцениванию текущей моменте котировок нефти, так как боятся повторения именно марцевских результатов, когда именно нефть марки Brent и также WTI начали глобально понижаться. В теории это повторение постулата в теории Dow, то, что история повторяется. В этом году мы с вами видели то, что в марте месяца происходил обвал именно нефтяных котировок и также именно индексов фондового рынка. В текущем моменте инвесторы боятся повторения второй волны и история повторения именно экономических рецессий. И в связи с этим, конечно же, происходит понижение спроса на фьючерсные активы, связанные с сырьевыми котировками. И в связи с этим нефть марки Brent закрылся на отметке 42 доллара 43 цента. Общее падение составило 7,88%. Но это было основное событие, которое повлияло на удешевление евро, вегетантского фунта, стейлинга, нефть марки Brent и также золото. Ну а теперь мы с вами поговорим о предстоящей неделе. Какие события у нас ожидают в этой неделе? Давайте мы посмотрим экономический календарь, а потом будем обсуждать. На этой неделе ожидается очень много важных событий по Европе. А это в среду у нас выход в ВВП именно Евросоюза, а также в четверг у нас публикуется решение Европейского центрального банка по процентной ставке и также по депозитной ставке, которые сыграют ключевую роль в будущем валютной паре евро-доллар и также великобританского фунта стейлинга по отношению к американскому доллару, так как в этих заседаниях еще обсуждает возможные риски, которые могут в последствии произойти от результатов Брексита. Хоть и валютные пары евро-доллар, фунт-доллар и также активы нефтемарки Brent и золото понизились по отношению к американскому доллару, но все же сохранили свой восходящий тренд. Переломный момент еще не наступил. Эта неделя для участников рынка может быть ключевым и также жарким. Причина все-таки публикация в среду валов внутреннего продукта в Великобритании, который будет оцениваться переоценкой второго квартала и также годовых именно показателей. И кроме этого выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард именно в четверг после публикации процентной ставки и депозитной ставки Европейского центрального банка. Хоть активы евро-беликанский фунт, стеллинг, нефть марки Brent и золото пошли на понижение и ослабление против американского доллара, но все же восходящий тренд по этим активам до сих пор сохраняется. Но переломный момент как раз может произойти на этой неделе с разворотным моментом и исключительным моментом формирования уже нисходящей тенденции укрепления американского доллара. Причиной в этой ситуации может быть из-за того, что в прошлом произошло все-таки выступление на саммите Джексон Холл Джерома Паула, в котором он допустил возможное увеличение инфляции таргета выше 2%, что в текущей моменте не выгоден для стран Европы и Великобритании, так как на этом фоне укрепляются их валюты, что является невыгодным для центральных банков. И в связи с этим монетарная политика Европейского центрального банка может быть изменен, на фоне которого произойдет именно удешевление валютной пары евро-доллар и фунт-доллар в дальнейшем. Но в этой неделе валютной паре евро-доллар мы ожидаем повышению до отметки 1.18990, где находится уровень сопротивления данного актива. При рассмотрении публикации и негативного повлияния на валюту именно действия Европейского центрального банка, при пробое отметки поддержки 1.17700, мы ожидаем продолжение падения евро по отношению американскому доллару до уровня 1.16. Великобританский фунт Стеллинг аналогично сохраняет свой уровень сопротивления на отметке 1.33575. Уровень поддержки находится на уровне 1.31800. На этом фоне негативная ситуация именно по Брекситу может ударить по валютной паре Великобританского фунта Стеллинга с учетом осторожности Банка Англии. Но и в дальнейшем может произойти именно пробой уровня 1.31800, и дальнейшая цель фунта будет именно падение до отметки 1.30 по отношению американскому доллару. Ну и теперь о золоте, всеми любимом инструменте инвесторов. Золото в прошлой неделе тестировало отметки психологического уровня 1.900-1.920. Закрытие произошло на отметке 1.935. Конечно же, восходящий тренд по золоту сохраняется, но с учетом именно увеличения количества инфицированных в общем в мире и также установки нового рекорда суточного количества инфицированных в Индии показывают именно тревогу инвесторов, что и может в этой ситуации предоставить именно новый импульс продолжения роста данного инструмента. На этой неделе мы ожидаем укрепление золота на отметке 1.989 долларов за одну тройскую унцию, если произойдет, конечно же, переодоление уровня сопротивления от отметки 1.945 долларов и 60 центов. Ну а теперь о черном золоте. Нефть марки Brent все-таки сохраняет свой восходящий тренд. Уровень поддержки находится на отметке 41.95 долларов, уровень сопротивления находится на отметке 45.95 долларов. В текущей моменте, конечно же, из-за роста количества инфицированных произошло именно падение нефти марки Brent в таком колоссальном темпе – 7.88% за прошлую неделю. Конечно же, в этой неделе мы ожидаем структурный постепенный рост нефти марки Brent. И она как раз может именно достигнуть 44.20 доллара за один баррель нефти. Если все-таки произойдет именно повторение тревоги по публикации ВОЗ, которая именно была в марте месяца, то в этой ситуации нефть все-таки может именно пойти на понижение в дальнейшем нисходящем темпе. И следующим таргетом или же целью для нефти марки Brent при падении может составить 38 долларов за один баррель нефти. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Инвестируйте, чтобы создавать дополнительные источники дохода. Не знаете как? То вам поможет компания Альпари, а также наши передачи на телеканале Узрепорт ТВ. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова